В России идет широкомасштабное обсуждение бюджета на 2017, 2018 и 2019 год. Бюджет крайне напряженный, очень сложный. И сегодняшнее обсуждение, которое прошло в стенах Совета Федерации, в палате регионов, говорит о том, что сбалансировать бюджет, сформировать его будет очень трудно и очень сложно. Я в своем выступлении отметил те изменения, которые произошли по сбалансированности бюджета Вологодской области, по снижению уровня государственного долга на 4 миллиарда рублей, по принятию бездефицитного сбалансированного бюджета, по тем решениям, которые направлены на улучшение доходной части бюджета. Все эти решения, конечно, были поддержаны Советом Федерации. Но главное, наверное, не в этом. Главное то, что те инициативы, которые предлагает Министерство финансов по сокращению налогооблагаемой базы субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, может привести к выпадающим доходам на ближайшее трехлетие более 10 миллиардов рублей. Поэтому очень жестко я заявил о том, что недопустимо снижение налога на прибыль региональной части с 18 до 17 процентов. Если не надо кому-то помогать, то это необходимо сделать за счет федеральной части. Недопустимо снижение объема поступления акцизов на нефтепродукты, потому что дороги – это самая главная проблема и главная беда всех регионов, в том числе Вологодской области. И сокращение акцизов, которые не позволят нам сбалансировать дорожный фонд и увеличить выпадающие доходы почти на 5 миллиардов рублей – это недопустимо. Третье. Считаю, что распределение акцизов на алкоголь необходимо делать наиболее эффективно. Там, где его производят, на эти регионы перечисляются акцизы на алкоголь, а не по уровню ее потребления. Потому что у нас работают четыре крупнейших производителя алкоголя, которые в бюджет направляют более 2,5 миллиардов. Это тоже выпадающие доходы, которых я против. Ну и четвертое мое заявление – это то, что количество неэффективных федеральных льгот, которые устанавливают федеральное правительство в регионах Российской Федерации, приводит к выпадающим доходам только за 15-й год почти 10 миллиардов рублей. Это, считаю, неоправданно. Необходимо сокращать неэффективный налоговый льгот, как мы это сделали в региональном бюджете, и поэтапно их отменять. Тогда у нас появится возможность наполнять наш бюджет, направлять средства на строительство инфраструктуры, социальных объектов, выполнение указов президента. Поэтому жесткое заявление. Я очень благодарю Валентине Ивановне Матвиенко, которая поддержала мое выступление, поблагодарила Вологодскую область, правительство Вологодской области за проделанную работу. Я очень рад тому, что и министр финансов поддержал все наши проекты, которые мы реализуем на территории Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин